Бессмертные. Наверное, такими себя считают некоторые пешеходы в Рязани. Порой до перехода всего несколько метров, но некоторым уж больно хочется перебежать дорогу прямо перед капотом мчащегося авто. К тому же цена за такое 500 рублей или предупреждение, или жизнь. За эти недолгие два месяца произошло уже 65 дорожно-транспортных происшествий. При этом 7 человек погибли, а 61 травмированы. По вине самих пешеходов зафиксировано 29 фактов ДТП. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов со стороны водителей, так и нарушения правил самими пешими участниками дорожного движения. Самые аварийные дни недели в нашем городе – это понедельник и вторник, а пик временного промежутка ДТП приходится на период с 12 до 15 часов. К сожалению, в текущем году зафиксировано 6 наездов на юных пешеходов. Самыми уязвимыми пешими участниками дорожного движения являются, конечно же, дети. В преддверии весенних каникул, когда дети большинство времени будут проводить на улице, где их подсерегает в любой момент опасность, госавтоинспекция обращается ко взрослым с просьбой напомнить еще раз юным участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасного нахождения вблизи проезжей части. Поэтому родителям важно помнить, что своими поступками надо прививать правильное поведение, в том числе и на дороге. Сотрудники ГИБДД напоминают, как поступать при отсутствии пешеходных переходов. В случае, если поблизости нет пешеходного перехода или обозначенного места для пешехода, пешеход вправе, согласно правилам дорожного движения, перейти в правильную часть по перекрестку по линии тротуаров и обочин под прямым углом. То есть пешеход посмотрел влево-вправо, оценил расстояние до приближающих транспортных средств, посмотрел, не создает ли он помех транспортным средствам, и в этом случае может перейти дорогу. Дорожные службы обновят разметку, и зебра засияет новыми красками. К тому же в Рязани все пешеходные переходы находятся в надлежащем состоянии. Главное помните, что ответственность за свою жизнь и здоровье несете вы сами.